В Казахстане продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки ковид подтвердили у 477 казахстанцев. Лидирует по-прежнему Алматы, город в желтой зоне, все остальные регионы в зеленый. Лечение получают около 2500 пациентов. 14 из них в тяжелом состоянии. К другим темам. В МВД подтвердили задержание заместителя начальника Департамента уголовно-исполнительной системы. Видео в сети появилось еще накануне, но официальных комментариев не было. И вот сейчас в МВД сообщили, в чем подозревают задержанного. Досудебное расследование начато по факту взяточничества. Бывший сотрудник Департамента во дворе в изолятор временного содержания. Еще одно видео сегодня обсуждают в социальных сетях. На нем затопленный дождем аэропорт Костаная. Очевидцы сняли кадры, на которых персонал устраняет последствия. Под публикациями люди пишут, что аэропорт после ремонта воздушной гавани дали комментарии. Потоп вызвала переполненная ливневая канализация. Лужи образовались в зоне зала вылета. На их устранение бросили все силы. Гражданам Индии, Ирана и Китая теперь не нужна виза для въезда в Казахстан. Они смогут находиться в нашей стране до 14 дней с момента пересечения границы, сообщается на странице комитета миграционной службы МВД. Разрешены деловые, частные и туристические поездки. Общий срок пребывания в Казахстане не должен превышать 42 дня. При этом безвизовый режим не дает права на трудоустройство. За нарушение этого условия иностранцам грозят штрафы, арест либо депортация. Отмечу действовавший ранее 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие. К событиям в мире в Бонус-Айресе тысячи людей вышли на демонстрацию в знак протеста против быстрорастущих цен. Инфляция в стране составила рекордные 30 процентов. И, по мнению аналитиков, в ближайшее время может достичь 70. Бостующим удалось прорваться к зданию правительства. Для привлечения внимания они воспользовались барабанами, кастрюлями и даже захватили гильотину. Главным их требованием стало аннулирование соглашения Кабмина с Международным валютным фондом. Долг Аргентины перед МВФ на сегодня составляет 45 миллиардов долларов. Президент Шри-Ланки уйдет в отставку. Об этом сообщил спикер парламента страны на фоне проходящих ожесточенных марш по всей республике. Минувшим днем демонстранты прорвали баррикады, ворвались в официальную резиденцию президента и подожгли дом премьер-министров Колумба. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По меньшей мере 39 человек пострадали. Напомню, Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года. В стране не хватает топлива, продовольствия и лекарств. По итогам прошлого месяца инфляция достигла 50%. Я лично проинформировал президента о решениях, принятых сегодня на совещании лидеров партий. Он согласился выполнить их. Он сообщил мне, что уйдет в отставку 13 июля, чтобы обеспечить мирную передачу власти. Поэтому нет необходимости больше дестабилизировать страну. Я почтительно прошу всех о сотрудничестве во имя будущего страны и для поддержания мира. Затяжная жара в Европе может спровоцировать энергетический кризис, пишет агентство Bloomberg. В регионе заканчиваются водные ресурсы и растет энергопотребление из-за использования кондиционеров. Перебои с электричеством наблюдаются в Италии. Сельское хозяйство страдает от засухи. В Лондоне и на юге Великобритании температура может превысить средние для этого года показатели. В Испании столбики термометров стремятся к отметке в 45 градусов. Аналогичная ситуация ожидается во Франции и Португалии. Сильный зной продержится примерно две недели. По мнению ученых, такая жара – следствие изменения климата из-за продолжающегося сжигания топлива. В Павлодаре жители дома, построенного по госпрограмме, недовольны его качеством. Многоэтажку сдали всего два года назад, а дефекты уже видны. Стены дали трещину и крыша протекает. Особенно страдают владельцы квартир на последних этажах. Сауле Нуриманова – инвалид по зрению. В очереди на квартиру женщина стояла 15 лет. Два года назад она все-таки получила собственное жилье. Но радость, как оказалось, длилась недолго. Есть неполадки. Есть сантехника не очень, потому что у нас несколько раз ломались краны. Сразу же, через месяц, наверное, все сломалось. Исправлять самостоятельно приходилось. Потому что, насколько не обращались люди, по-моему, исправлять неэффективно. Вот у нас получается. Вот сейчас вот это все тронь просто руками. Страдают жильцы от прохудившейся крыши. Особенно сложно приходится жильцам девятого этажа. Во время дождя их квартиры заливают водой. Владельцы социальных квартир не имеют права ремонтировать арендное жилье. Поэтому ждут помощи местных властей. Людмила Китманская – выпускница детского дома. Квартиру получила по очереди, в которой простояло несколько лет. Жилье досталось на последнем этаже, но жить там с учетом имеющихся проблем некомфортно. Поэтому женщина просит провести реконструкцию многоэтажки. Чтобы нам полностью отремонтировали наш дом, чтобы у нас ничего нигде не бежало. Это первое, чтобы нам сделали крышу. И чтобы в этом доме, по крайней мере, можно было жить спокойно. В прошлом году в одной из квартир упал потолок ночью. В квартире находился новорожденный ребенок. Два года всего дома. А что будет через 10 лет? Он же рассыпется весь как карточный домик. В многоэтажке 108 квартир. Жилье получили очередники. В их числе многодетные семьи, люди с особыми потребностями, сироты. По поводу состояния дома жильцы забили тревогу еще год назад. Жаловались ответственным специалистам и писали письма. Но проблемы так и не решили. По дому, расположенному по адресу Павлова 111-2, в настоящее время подряд на организации направлены уведомления. Они уже в настоящее время приступили к устранению всех замечаний. В первую очередь мы сейчас проведем работы по покровле, то, что у нас продвигает. Пока мы готовили сюжет в эфир, жильцы сообщили, что ремонтные работы, многоэтажки уже начались. Сначала отремонтируют фасад дома, затем приведут в порядок пострадавшие от протекающей крыши квартиры. Кроме этого, обещали заменить и поврежденные окна. Одни шьют обувь, другие вырезают по дереву. 10 грантов на развитие собственного дела получили жители с инвалидностью в Североказахстанской области. Как развивается их бизнес, увидела Нургуль Ахметова. Сергей Сапко – мастер по дереву. Он арендует небольшой цех и занимается изготовлением разделочных досок, скалок, ложек и другой утвари. Приобрел необходимое оборудование и часами проводит время в своей мастерской. Конечно, лучше надеяться на себя. Если сам руки не опустишь, и другие глядят на тебя, все равно задумываются. Сидеть – это не мое. Я вырос на земле, мне бы огород еще. Непривык сидеть без дела и 66-летний пенсионер Шамиль Резванов. Долгие годы он проработал мастером по ремонту обуви, и сейчас занимается пошивом домашних тапочек, рукавиц. Рыбак один заказал. 42-й размер, вот на замках. Варенька, говорит, все равно ноги мерзнут. Вот их одену, побольше размер варенок, и туда одевать, вместо носков. Шамиль Резванов участвует в ярмарках изделий ручной работы. Попутно увлекается разведением и продажей рыб. Пенсионер подчеркивает, занятие по душе всегда можно найти. Было бы желание. Все зависит от человека. Если человек хочет приспособиться к чему-то, он будет работать, как бы материала не было. С начала года в Североказахстанской области трудоустроили свыше 250 человек с особыми потребностями. 10 жителей, имеющих инвалидность, получили гранты на развитие собственного дела. Нургуль Ахметов, Толли Генеманов, Хабар, 24, Петропавловск. Казахстанский ученик Шаолиня живет в Шимкенте. Ему 68 лет. Боевым искусством он обучался в легендарном монастыре в Китае. А теперь мастер кунг-фу и сам дает уроки. Гатерина Попкова побывала на одном из них. 68-летний мастер Булатпек Нурманов занимается боевыми искусствами вот уже полвека. Он пропагандирует кунг-фу. Ему удается сохранять не только бодрость духа, но и хорошее здоровье. Огромное внимание мастер уделяет душевному состоянию. Он уверен, важно осилить не только набор боевых приемов, но и философскую систему самосовершенствования. Сейчас Булатпек Нурманов продолжает тренироваться. Понимаете, бои это не такие. Это равносильно, что летит муха и поймать его, схватить. Вот мне сейчас 70-х пошел и разменял. Иногда реактивно работаю. До сих пор это есть. Еще хочу жениться, как говорится. Шутка, конечно. В прошлом Булатпек Нурманов, чемпион мира по ушу Санда, три года прожил в легендарном монастыре Шаолинь. Казахстанский ученик освоил стили черной кошки, дракона и кобры. А теперь передает мастерство другим. Хоп-хоп-хоп! Я победила! Люди там занимались по огонь часов. Утром три, вечером пять. Представьте, что тренировки. То есть это не сидя, не отдыхая. Ну, произвольная была тренировка, конечно, но с усилием того, чтобы ты достиг какой-нибудь цели. Булатпек Нурманов показывает чудеса боевого искусства. Замирает в причудливых стойках, подражая тигру и медведю. За свою жизнь он не потерпел ни одного поражения. Стоп! Ну, ну, стоп! Во время съемок никто не пострадал, шутит мастер. Обычно все заканчивается наоборот. Поэтому своих воспитанников он в первую очередь учит, что лучший бой – это тот, которого не было. Бить не надо первым. Самое первое – это оборона. Сохранить себя, доказать себе, что ты сильнее самого себя. Это уже выводишь, сохранился, блок поставил, успокойся, попросил два-три раза. Не получай, ну, ты мне извини, брат, и хоп-хоп, и ушел. На этом у нас все новости. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.